МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Будет сегодня шествий, парадов и, пожалуй, самого проникновенного события дня – Бессмертного полка. Но выход есть всегда. Практически все акции перешли в онлайн или удаленный формат. По всей России развернулись интернет-шествия, когда через интернет и соцсети можно было рассказать о своем героическом предке. В Большом районе каждый мог загрузить видео во всемирную паутину с хэштегом «Бессмертный полк Дома СССР». К акции присоединились все поселения Большого района от Нижнесортымского до Белого Яра. А некоторые фрагменты подлинных историй мы можем показать в нашем эфире, в нашей первой рубрике. Мой прадедушка Ермаков Александр Степанович родился в 1926 году в республике Татарстан. С 17 лет в 1943 году он ушел на фронт, на Курскую дугу. Мой прадедушка родился 3 сентября 1918 года в селе Михайловск, Украина. Его звание – старший сержант, а также он был командиром отделения 1-го инженерно-саперного батальона. Я с гордостью могу сказать, что мой прадедушка был героем. В треме войны он совершил немало подвигов. Мой прадед Каркин Иван Петрович родился в деревне ДНСП Болезненского района в 1919 году. В 1939 году в юношеском возрасте был призван в армию, а в 1941, как и все, он был отправлен на фронт. В 1943 году он получил свою первую медаль за отвагу. Мой дедушка Сиксимбаев Кайназар – ветеран Великой Отечественной войны. В декабре 1941 года его призвали в армию «Казахская строяковая бригада». Он был направлен на фронт под Москву. В боях получал на ранения и даже контузию. Мой дедушка прошел всю войну, дошел до Берлина. Мой прадедушка Ерманов Илья Петрович родился 7 июля 1915 года в селе Горки Новоукольского района Воронежской области. Призван на войну в 1941 году. Служил в 258-й стрелковой дивизии, 44-й стрелковой дивизии, 146-м стрелковом полку. Участвовал в боях за освобождение Сталинграда и был ранен. Я хочу рассказать про своего деда, про дедушку. Его зовут Хербек Хербеков. Он был пехотинцем. Очень важную роль в сражениях играл пехотинец. Пехотинец стал дар, ты пешком и бегом, по пластунски поглядь, в снегу под огнем. Нашу землю родную, всем телом огнем. А что нет орденов, не за них воевал. Я пришла на бессмертный полк со своим прадедом, Масалимовым Фаязом Масалимовичем. Мой прадедушка родом из села Тузлакушево, Чехмагушевского района, республики Башкортостан. Он прошел войну от самого начала и до конца рядовым солдатом. Мой прадед отставил блокаду Ленинграда, получив осколочное ранение в голову. Юбилей Победы на одной дате не заканчивается. О том, что еще сделают для ветеранов муниципалитета. Какие еще события произойдут после 9 мая. На эти вопросы ответит заместитель главы Сургутского района Татьяна Османкина. Администрации Сургутского района завершены выплаты в ознаменование Года памяти и славы. Наши участники Великой Отечественной войны, ветераны Великой Отечественной войны, войны-труженики, тылоузники фашистских лагерей, блокадники, получили денежные выплаты в размере 75 тысяч рублей каждый. Есть много предложений, новых предложений, которые были направлены нам, Всероссийским комитетом Победа. Это новые проекты и Судьба солдата. Но по этим проектам мы уже отработали с образовательными организациями. На информационных плакатах, на информационных аншлагах были размещены герои Советского Союза, которые получили этот статус в Года Великой Отечественной войны. Это и проект «Знаменосцы Победы». Здесь в большей степени идёт рассказ о тех, кто так или иначе участвовал во взятии Берлина и всех тех, кто участвовал в первом параде Победы в июне 45-го года и несли знамена Победы. Хотела бы также сказать, что у нас очень активно работают сейчас волонтёры Победы. Очень много мы видим публикаций на тему именно помощи от волонтёров нашим пожилым гражданам, нашим ветеранам. Мы сейчас совместно работаем с гуманитарным добровольческим корпусом. Поэтому действительно 139 волонтёров, которые зарегистрировались отдельно на информационной платформе гуманитарного добровольческого корпуса и работают вместе по поддержке граждан, которые оказываются в трудной ситуации в связи в том числе с коронавирусом. Хочу отдельно остановиться на этой акции. Новый для нас – это Парад Победы у Дома ветерана. Эта акция предполагает действительно озвучивание на весь двор песен Победы и предполагает участие при желании жителей этого двора, этого дома, с балконов, поскольку личного общения сегодня не предусматривается. Поэтому мы будем приглашать всех жителей тех домов и дворов, где будет организован Парад Победы у Дома ветерана, для исполнения песен Победы, для, возможно, общих громких аплодисментов в честь наших участников и героев Великой Отечественной войны. Также хочу сказать, что в Сургутском районе, в большей части поселений, там, где есть многоквартирные дома, с 4 мая стартовала акция по украшению балконов и оконных проемов именно в стилистике «75 лет Победы». И мы очень надеемся, что это тоже будет яркое и очень узнаваемое мероприятие. 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне. Акция «Сад памяти» проходит в разных городах России, а также в странах СНГ. К ней присоединился и Сургутский район. Подробности в следующем материале. Вот я сажаю дерево в честь своего деда Губанова Георгия Кузьмича. Дина Кузьмина сажает яблоню в честь своего деда-фронтовика. Главная коммунальщица района присоединилась к акции «Сад памяти». За работой участница «Зелёного десанта» вспоминает детали боевой биографии родственника, прошедшего Великую Отечественную войну. Он у меня был танкист, дошёл до Берлина, несколько раз горел в танке и умер в 66-м году, не дожив до сегодня такой значимой даты, до 75-летия. Но тем не менее, вот такая возможность посадить дерево в честь деда, это здорово. На площади у спорткомплекса «Лидер» в Барсово за лопаты взялись общественники, чиновники, волонтёры. У каждого, кто пришёл сюда, своя история, связанная с близкими, воевавшими на фронте или трудившимися в тылу. Это важно для будущих поколений. Важно, чтобы люди, дети наши, наше будущее поколение, помнили и чтили наших дедов и прадедов, которые воевали в Великой Отечественной войне. В Барсово районная акция «Сад памяти» стартовала. Пройдёт она во всех поселениях муниципалитета. Чиновники решили высадить деревья не только в честь погибших, но всех жителей Сургута и района, которые воевали на фронтах Великой Отечественной и трудились в тылу. В поселениях появится 2700 саженцев. Завершиться акция должна в сентябре. А День Победы жители района главным образом будут отмечать на удалёнке. Акция «Бессмертный полк» пройдёт в интернете. Митинги и торжественные шествия перенесены. Впрочем, будут и исключения. Будет организовано очень мощное событие. Это с участием офицеров Росгвардии, агитбригады из числа наших музыкантов. И это будет такой мини-парад около дома ветерана. Сейчас в районе живут 74 ветерана, в основном труженики тыла, но есть и двое участников сражений. Решено провести парады под окнами квартир фронтовиков в Ленторе и Белом Яру. Цветы будут возложены и ко всем мемориалам памяти в поселениях. Главному празднику страны готовились задолго до памятной даты. В Большом районе традиционно очень трепетно относятся к памяти героев, неважно праздник или будний день. В юбилейный для победы год особое внимание уделили ветеранам. Что было сделано для участников Великой Отечественной, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда и других свидетелей той войны, ответит Антон Севастьянов. Во дворце искусств «Нефтяник» в Сургуте идет торжественный вечер. Здесь вручают медали к 75-летию победы от имени президента России. Получают награды ветераны Великой Отечественной, которые живут в поселениях Сургутского района. Она выполнила самую разную работу, которую доверяли ей в родном полкозе. Одна из награжденных – труженица тыла Мария Бурда. В Великую Отечественную она встретила 9-летней школьницей в селе Зеленовка под Запорожьем. Мария Федоровна вспоминает лишение военных лет и радость от известия о победе над гитлеровскими захватчиками. Связано с тем, что мы такие рады были. Нас даже покормили в школе кукурузной кашей. Всего не хватало. Мама была одна, нас трое. Папа на войне. Очень трудно было. Из Сургутского района и Сургута на войну ушли более двух тысяч жителей. Вернулись домой меньше половины. Сейчас в поселениях района живут 74 ветерана. Те, кто сражались на фронте, трудились для победы в тылу, были узниками фашистских концлагерей, блокадниками Ленинграда. Вот наша святая обязанность ныне живущих сохранить память о подвиге, вашем подвиге, наших дедов, отцов, бабушек, благодаря тех, кому мы не просто живы, а живы в своей стране. В год юбилея победы к ветеранам особое внимание. В районе организовали различные акции по чествованию фронтовиков и тружеников тыла. Одна из них, к примеру, сад памяти по высадке в поселениях саженцев деревьев в честь фронтовиков и тружеников тыла. Насущные потребности ветеранов также не остались в стороне. Им вручали продуктовые наборы, предоставляли денежные выплаты, помогали по хозяйству. К делу подключились и жители района, и местные власти. Последние даже освободили ветеранов от оплаты коммунальных услуг на этот год. Учитывая всю ту сложность обстоятельств, которые сложились в результате военных действий 1941-1945 года, и всю ту сложность, которую прошли ветераны, это та малая часть, которую мы можем дать ветеранам и поблагодарить их за то, что они сделали для нас, что мы живем под мирным небом сегодня. К этой акции присоединились районные коммунальщики, энергетики, РКЦ, Департамент соцразвития Югры, Окружной центр социальных выплат, а также транспортные компании. Ветеранам списали все долги за ЖКУ, которые у них были на 1 января 2020-го, и обеспечили бесплатный проезд в общественном транспорте в течение года. Затраты на поддержку фронтовиков и тружеников тыла компенсировали за счет участников проекта. Администрация Сургутского района сделала все, чтобы наши ветераны почувствовали искреннюю, сердечную заботу о каждом из них. Я подчеркиваю, что весь 2020 год сегодня действительно является годом памяти и славы. Поэтому другие очень мощные проекты также находятся в стадии подготовки. Среди этих проектов самолет Победы, который предполагает экскурсии ветеранов и школьников по местам боевой славы. Лица Победы – проект по сбору фото и видеоматериалов о тружениках тыла. В его рамках уже созданы около 80 роликов о судьбах участников Трудового фронта. Их будут размещать в интернете. Кроме того, в планах также другие инициативы по честному ветеранов. Будет продолжена и материальная поддержка тех, кто сражался на передовой и работал в тылу, заверили власти района. Во всем этом по традиции примут участие и жители поселений. Ведь практически у каждого есть своя история, связанная с близкими, прошедшими войну. Большой район не был полем сражений Великой Отечественной, но его жители внесли неоценимый вклад в победу. Люди рвались на фронт, погибали в боях, работали в тылу и снабжали продовольствием советскую армию. О подвиге наших земляков расскажут цифры, которые навеки впечатались в историю тех кровопролитных лет. И они говорят сами за себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Герои уходят. Это печально, но неотвратимо. Сейчас как никогда важно сохранить память о судьбе участников Великой Отечественной. Лучше всего это могут сделать рассказы из первых уст тех, кто на себе пережил то страшное время. Работу, которую сложно переоценить, проделали за три года в районном организационно-методическом центре. Десятки интервью с участниками войны, тружениками тыла, узниками концлагерей и другими ветеранами они не только записали, но и сохранили для истории. Пусть некоторые из них в годы войны трудились или ушли на фронт из других уголков Советского Союза, но от этого их истории не менее ценны. Ведь, как известно, 9 мая 1945-го случилась общая победа. Одна на всех. В рубрике «Дела Большого района» несколько историй от героев. Я Алла Николаевна Шумовская в Девичье, Макаренко, девичья фамилия моя. Родилась 7 декабря 1943 года в концлагере города Бреслава, это Германия. Находилась с мамой в плену. Как в детство, понятное дело, как в детство проходило. Мама вынуждена была меня бросать, работать. Я как беспризорники были, хоть маленькие были, но никто за нами не ухаживал, ничего. Ну, вот затем, когда уже освобождать начали этот город, наши советские войска, нас забрали на пересыльный пункт, маму сразу отправили, а папу, папу забрали сразу на службу в советскую армию тогда. Мне было 17 лет. В 43-м году нас приспали. В 18 лет исполнилось мы уже были на передовой. Перед тем, как занять позиции, нас вели мы на Великих руках, дальше проехали поездом. Нас, правда, не бомбили. А потом день, где-то в лесу или такие ямы вот сделаны, туда уходил рот, особенно. День седлый там. Когда меня ранило в госпитале, я 8 месяцев по госпиталям меня возили. Ранение тяжёлое, лёгкое, у меня право, лёгкое, осколок достали, и два ребра повреждений. Все мои ровесники так жили. Началась война. Я училась в седьмом классе, но мне уже было 17 лет. Мы жили в Шармановске, такой деревни уже нет. Там не было школы. И я пошла в школу, в Тундрину мне возили. Только 9 лет я пошла в Тундрину. Это первый класс. Война началась, и работать начали. Всякие разные работы в кахосе. И на покосе, и картошку садили, и картошку копали. И рыбу ловили. И сегодня мужчин взяли, да и моих сверстников взяли. Коц, которым я вместе училась. А они подростки остались. Папашу-то взяли сразу, потому что молодой ещё был, видимо. Первый месяц всего было бы войны. Вот. Один месяц всего войны было только. И отца забрали. Вот. И до сих пор нету без вести пропавшей. А когда их забирали, сказали, что надо взять северных ребят. Они крепкие, они стоят в Москву. Так говорили. Вот. Вот и наш как раз попал отец в это. Ну и вот кто его знает, сколько он прожил и сколько там он. А мне всего было 9 лет, когда мы сюда приехали 9 лет, а потом один дать. А потом уж я потихоньку стала работать. И рыбачила 3 года подряд на рыбалке была. Это, ну, бригада. Родилась на Украине, Луганской области, Попаснянского района. В 41-м году началась война. До войны я один класс закончила. С 9 лет пришлось мне идти работать в совхоз. Нас, так как мы деревенские, приучены, как посадить огороды. Всё, мы это понимали. Не очень так, но понимали. Семена понимали, как разбирать. Поэтому нас забрали в совхоз. И, чтобы мы к посевной приготовлялись. Ну, мы жили. А с каждым годом мы взрослее. Нас уже считают, нас уже считали взрослыми. В 45-м, 46-м уже мы считали взрослые. А когда война кончилась, это для нас было, 9 мая. Это такой праздник, по сегодняшнему день. Самый дорогой, самый золотой. Родилась в Курганской области, Мишкинского района. Ирине наше коровье. Прожила я всю жизнь там. Два года я, 44-й, 43-го с октября месяца, в конце 45-го года приехала. Работала. Холодно, холодно. Четыре класса образовали. Четыре класса работала. Что-то это, не будете, ранену-то, как называли, скажете. Госпитал. Там привыкался. Вот так, а. Работала там два года. Приехала домой. А сначала я так маленько помогала. Мама работала дояркой. Я прибегу, ей то подскребу маленько, то что. А уж когда-то, когда приехала, мне там исполнилось 14 лет и 15 лет. 9 мая я не себя вспоминаю, что это мой, это не мой праздник, это не мой. Это праздник моей мамы, моих родителей. Я, я вот жива, а мамы нет. События и явлений всегда больше, чем возможности о них рассказать в рамках одной программы, особенно в этот день. Продолжим ровно через неделю. Впереди поздравления Андрея Трубецкого для всех жителей Сургутского района с Днем Победы. До встречи в Большом районе. Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, уважаемые земляки, друзья. Искренне и сердечно поздравляю вас с самым дорогим для нас праздником, Днем Победы Великой Отечественной войне. Трудно найти в России семью, в которую бы эта война не принесла горечь потери и утраты. Но мы победили. В этот день наши сердца наполняются особенной гордостью за наших отцов, дедов, бабушек, которые защитили нас и победили. Мы обязаны сохранить память о рядовых и офицерах на полях войны. О детях и женщинах, которые в тылу давали нашей армии провиант, боеприпасы и оружие. Ленинград, продержавшийся 900 дней в блокаде. Дом Павлова в Сталинграде, продержавшийся больше, чем вся Франция, против немецких оккупантов. Победа в Великой Отечественной войне показала несгибаемость нашего народа, ставшего на защиту нашей страны. Низкий поклон вам за все, что вы сделали для этой победы. Она досталась очень высокой ценой. Поэтому всем нам, ныне живущим, во все века помнить и чтить этот подвиг. В этот год мы встречаем День Победы не как обычно. К сожалению, режим самоизоляции вносит свои изменения. Не будет демонстрации. Не будет торжественных публичных мероприятий. Но все равно 9 мая, День Победы, был, есть и будет главным праздником для нас, для тех, кто живет, для тех, кто видит мирное небо над головой, для тех, кто радуется здоровью своих родных и близких. Дорогие друзья, пусть в ваших домах всегда будет мир, покой и уют. С праздником вас! С Днем Великой Победы!